Друзья, всем привет из Ростового Дону! Сегодня у нас такая история про нашу елочку. Это ель, как вы видите. Это первое, наверное, хвойное растение, которое я вырастил у себя, вообще у себя. Ей 23 года. Эта елочка, если вы ростовщане, вы можете наблюдать на Доватора, Дон Стройснап, что ли, там, в районе Вирбака. Около, напротив ленты. Вот есть такие вот огромные ели. Огромнейшие. Они просто уже выше там 5- или 7-этажного здания. Рыхлые такие. Вот там я 23 года назад взял шишечку и прорастил вот эту елочку. Так вот. Я вот не хочу, конечно, чтобы они были... Эта елочка была вот таким монстром, как там. Поэтому я ее в прошлом году подстриг достаточно жестко, потому что уже и дорожки она закрывает. И вот сейчас я собираюсь еще раз ее подстричь. Чтобы она пушилась как-то и давала нам возможность здесь ходить и выглядела так опрятно. Вот такая елочка. Что мы для этого делаем? Я для себя как бы поставил вот такие направляющие из вагонки оставшиеся для того, чтобы понять, что я с нее хочу сделать. Вот какие ветки лишние убрать. Вот. И в последующем будем сейчас работать с ней пусторезом, секатором для того, чтобы вот ее вывести в эту форму. Вот вы видите, наверное, да? Вот она такая елочка. Будем ее сейчас причесывать. Направляющие просто нужны для ориентира. А в последующем я как бы и без направляющих работаю нормально. Вот мы еще видите, как подстригли можжевельничек. Сделали из такого огромного можжевельника вот такую здесь пальму, скажем так. Это мы тоже сейчас сформируем. Сформируем из него более такой ровный шарик вместе с елкой. И обязательно вам покажем результат. Вот такая елочка. Оказалась голубой. Мы ее пересаживали уже несколько раз. Она, ну, считайте, вместе с нами и выросла. Это часть нашего дома. Часть нашего участка. Поэтому, конечно, не хочется ее погубить. Показываем вариант до. Держите, друзья, хвойные. Иначе они превратятся в монстров. Монстров такие вот видовые хвойные. Видовые хвойные. Они, конечно, на это способны. Еще что хочу сказать. Мы эту елку уже стригли. Скорее всего, позапрошлый это был год. Она уже тогда нам начала мешать. Поэтому, как бы, для нее это радикальная текущая стрижка не является такой уж радикальной. Она уже должна была заложить у себя спящие почки. Раскрыть веточки где-то второго порядка. Поэтому она уже, как бы, достаточно плотная у нас. Она была сильно более рыхлая. И лапы у нее уже выходили на нашу дорожку. Мы ее, как бы, причесали тогда. Но сейчас я бы хотел, может быть, даже попробовать еще более радикально ее причесать. Хотел бы вам еще показать, каким инструментом я пользуюсь. Вот это вот, как бы, дешевый китайский пусторез. Вот он работает отлично уже много лет. Вот, что касается ручных секаторов. Вот я предпочитаю эту фирму. Не реклама ради. Вот очень удобные вот эти секаторы. Это вот женский такой секатор удобный. А это вот такой, который может резать толстые веточки. Тоже пригодится нам. Плюс у нас вот еще вот такой вот высоторез с поворотом. Видите, такой пусторез. Которым можно высоко работать, без стремянки. И тоже очень удобно. Друзья, в моем случае небольшой елочки я все-таки предпочту работать ручным инструментом. Потому что не так много веточек. И учитывая, что стрижка радикально идет. Вот, то есть срезаем мы веточки вот такого порядка. Или вот такого. То есть речи не идет у нас сейчас о таком косметической стрижке. А поэтому мы используем секатор. И выводим по палочкам нашу елочку. Чтобы она в следующем году стала пышнее. И заняла меньшую площадь. Стрижем поутру, чтобы потом елку пролить и пином нужно будет обязательно. Друзья, ну вот как-то так получилось. Вот с нашей елочкой. Танюша сейчас продолжает убирать иголки, которые выпали у нас. Наша биоплата с никеями. На самом деле это можно не делать. Да. Но смотрите, какая елка получилась. Смотрите, какое количество мы хвои состригли. Раз, ящик два, три, четыре, пять. Сейчас мы эту елочку и пином обработаем. И будем оказывать ей особое внимание. Полив, уход, наблюдение за всякими вредителями. Потому что для нее, конечно, это большой стресс. Друзья, ну вот такая елочка у нас получилась. Елочка нашей жизни. Ей столько же, наверное, сколько мы ее почти женаты. Ну, нет. Неважно. Ну, в общем, друзья, можно стричь хвойные. И обязательно обрабатывайте потом и пином. И пином. Пожалейте их, этих хвойных. Потому что им тяжело. Тяжело. Вот всем вам добра, счастья. И здоровья. Здоровья. Всего-всего вам хорошего. Пока-пока. Пока-пока.